всем привет и продолжаю серию уроков эффектов лучника и в этом видео вам покажу как сделать такой эффект как вы знаете в своих видео я не показываю как писать скрипты на например вот этот скрипт для управления лучником а показываю как делать только спецэффекты поэтому вот эту всю демо сцену с иконками вы можете скачать на моей странице patreon бесплатно ссылка будет в описании только на этой сцене место эффектов находятся пустые болванки вот такие и так эффект состоит из четырех частей первый эффект это эффект выстрела с лука второй эффект это такие стрелы которые вылетают от лучника третий эффект это сам дождь и стрел и четвертый это идет как отдельный префаб который спавнится на месте падения каждой стрелы с помощью скрипта вот такие вот кратеры эффект который висит на луке состоит из восьми компонентов первый компонент это вот такая вот текстура вспышки ее можно создать с помощью фотошопе но я создала в substance designer это такая вспышка который состоит всего из одной частицы которая появляется вот в таком промежутке времени имеет размер 1 и 5 и время жизни полсекунды также к ней я добавил изменение цвета со временем чтобы в начале и конца жизни она становилась прозрачной и также добавил шум но вместо позиция amount который по дефолту стоит одиночка я поставил единичку в сайс amount то есть изменяя то есть с помощью шума я изменяю размер вот этой спешки также к спешке я добавил trail а чтобы он работал вместе с анимацией нужно выставить галочку workspace потому что позиция вот этой спешки не изменяется чтобы trail оставлял какой-то след нужно именно выставить вот эту галочку второй компонент это вот такая спешка в начале я я изменяю размер со временем то есть сначала он маленький потом становится максимально большим и потом снова снова становится маленьким с помощью вот такой кривой и также изменяю цвет со временем изначально это спешка прозрачная под потом она становится полностью непрозрачной и выходит такой эффект третий компонент это такой круг который появляется вместе с спешкой его размер со временем уменьшается а непрозрачность увеличивается вот так и куда же без искажения и стрелы на луке как сделать эти компоненты я показывал в своем предыдущем уроке самом первом уроке про лучником можете посмотреть и сделать то же самое еще один компонент это такие круги которые появляются момент выстрела стрел их размер со временем увеличивается и цвет становится прозрачным вот так а чтобы они имели вот такое определенное положение то есть чтобы они не поворачивали след за камерой я выставил render alignment не view а local и также они имеют случайный размер от одной до двух единиц и выходит такой эффект и самый последний компонент это вот такое искажение которое происходит момент первого выстрела это обычные частицы с дисторшеном и вы их можно видеть только через 6 фрейм давайте лучше вот так овердров вот такие вот большие частицы с из искажения как их сделать я показывал своих прошлых видео теперь давайте перейдем ко второму компоненту к стрелам которые вылетают момент выстрела в небо это четыре стрелы которые вылетают с интервалом 7 сотых секунды начиная с трех десятых трех десятых секунды они имеют скорость 60 единиц и размер такой этот размер были зависеть от вашей модели для этих стрелы использую вот такую модель если вытянуть получится вот что что-то такое то есть два плейна под углом 90 градусов то есть из этого состоят мои стрелы они вылетают под углом 4 градуса в форме конуса и также их цвет со временем становится прозрачным и также сдвинул пивот на 25 единиц чтобы они не вылетали не вылетали прямо из лучника и потому что я и так подвинул их чуть выше и к этим стрелами я добавил сабимиттеры это такие частицы которые прилетают вместе где проходит стрела потому что тут выставил значение борст если бы выставил значение дес они появляются только при смерти главной частицы вот эти компоненты это искры вот их не настройки то есть они имеют какую-то скорость от 0 до 8 десятых единиц и со временем они тормозят из-за limit velocity over lifetime и также они повторяют начальную скорость стрелы то есть и без вот этого искры будут лететь куда попало а так с помощью inherit velocity они летят вслед за стрелой также их цвет со временем становится более синим и размер со временем сначала это увеличится потом под конец жизни уменьшается и чтобы они имели вот какое-то случайно поведение я еще добавил им вот такой шум и плюс тут еще как вы могли заметить есть вот такое электричество сейчас я не буду показывать как делать электричество электричество за меня это лучше сделал район ценг ссылку на этот топик на реал тайме фикс форуме я оставлю в описании тут он объясняет как сделать что-то подобное также я добавил дым который вылетают сзади от лучника он как бы дает понять насколько мощные эти вестрелы их размер дыма со временем увеличится чтобы сначала они были маленькие и прозрачность непрозрачность уменьшаются вот так и также я добавил дым немножко торможения чтобы они со временем теряли скорость то есть вот эти частицы дыма для них можно использовать любую текстуру которая будет такая более менее похоже на дым последний самый главный компонент этой части эффекта это такие трейлы которые вылетают вместе со стрелами они имеют почти те же самые настройки но только размер их со временем изменяется только для одной оси для оси x чтобы они не изменяли длину а изменяли только толщину то есть они вот становятся по ткани жизни прям тонкие тонкие вот так сейчас примечу их обратно и для трейлов я использую вот такую текстуру которая движется с помощью шейдера как сделать подобный шейдер еще показывал много раз своих предыдущих видео так что просто посмотрите и чтобы края были прозрачными я перемножил этот трейл с вот такой вот текстурой точки эту текстуру трейла можно создать с помощью flame party painter онлайн достаточно просто нарисовать какой-то трейл сделать скрин и использовать это в качестве своей текстуры эффект падения стрел чем-то похож на эффект да эти стрелы опускаются но только сам трейл я уже прикрепил главной частицы и чтобы эффект кратера появлялся на месте падения этой частицы обязательно нужно в вкладке collision в системе частиц выставить send collision message чтобы придавать вот этот момент падения в скрипт этот скрипт и я загрузил на свою страницу патреон бесплатно и вы можете просто скачать и сами его посмотреть главный компонент этого эффекта это стрелы которые вот так падают сверху они имеют трейл вот такой синий который вижу вы видите как он движется сейчас трейл то же самое что и для эффекта когда я выпускаю стрелы на там он шел как отдельный компонент а тут он идет чисто как trails с помощью collision я останавливаю стрелы то есть из-за того что значение дампет становится один без этого они будут падать в общем короче нужно это значение поставить на один также их цвет со временем становится прозрачным и с ихняя скорость падения стрел 100 единиц вниз а чтобы они падали именно вниз я использую форму конуса этот конус опернул на 90 градусов и поднял вверх на 8 единиц вот с помощью значения позишен и также я выставил радиус конуса 5 и радиус сигнас 07 чтобы они не прям все падали в центр а чтобы они падали вот так пропорционально как бы не по кругу как бы в случайных позициях но они падают не случайно потому что я выставил арк мод не рендом луп и это спис скоростью вот этого вращения когда они падают 2.95 единиц то есть я это значение подбирал методом просто пробей ошибок всего падает 10 стрел и также как и для стрел которые вылетают я добавил им и искры и молнию но самый главный компонент который делает их падение более ярким это вот такой вот флеш такая вот спешка это отдельные частицы vertical billboard они имеют вот такой вот размер можно и сделать и шире вот так но лучше лучше от этого не станет и они имеют скорость минус 35 единиц также они имеют форму конуса с радиусом 0 чтобы они появлялись ровно на месте стрелы то есть с помощью саб их подключить к стрелы с помощью саб-эмиттеров и в конце выходит вот такой вот эффект эффекты падения также мог бы сделать с помощью саб-эмиттеров но саб-эмиттеры сильно нагружают игру когда вот много частиц с подключенными саб-эмиттерами это их вообще много из-за этого даже могут возникать некоторые баги поэтому кратеры я сделал отдельным префабом кратер состоит из семи компонентов и начну я с вот такого компонента взрывной волны это как будто вот такая вот энергетическая взрывная волна момент падения стрелы для этого можно использовать обычную текстуру круга но я пошел другим путем я создал вот такую модель хоть она и круглая она имеет квадратную юв-разертку эту модель достаточно просто создать блендере достаточно добавить мэш цилиндр выставить не ангон аносинг поставить галочку генеритую юв если она у вас не стоит перейти в видит мод с помощью клавиши tab сделать вот эти вершины то есть выбрать эти вершины с помощью alt и выделить потом нажать с 0 и переместить это все на одну единицу вниз вот так минус 1 и то что снизу переместить на одну единицу вверх вот так 1 и можно еще добавить несколько раней чтобы текстура не сильно искажалась вот так я сделал эту модель если посмотреть на юв-разертку она вот такая вот квадратная это энергетическая волна со временем становится больше и прозрачнее она имеет форму конуса но тут можно и отключить вообще отключить форму я ее использую только для того чтобы она была чуть выше земли на 11 десятых единиц вот так и размер 2 и 5 и время жизни 2 десятые секунды и она вот так движется с помощью вот такого шейдера такого материала для этого я ее искажаю сам вот этот материал радиента его вы сейчас не видите потому что он при умножается с вот такой вот текстуры чтобы края были полностью прозрачными для искажения можно выбрать любую текстуру шума и исходя из этой текстуры будет будет меняться сам эффект кстати приколе мне нравится такое все шейдера вы можете скачать бесплатно вас история достаточно загуглить support package for whole studio assets и тут есть абсолютно все шейдера которые используют абсолютно для всех эффектов но только эти шейдера на lightware и hd рендер пайплей на второй компонент это вот такие искры я не буду объяснять какие сделать просто сделайте сами как его как вам покажется лучше просто я рассчитываю что мои видео смотрят какие-то вифис артисты которые имеют хоть малейший опыт работы с системой частиц также я добавил частицы дыма которые влетают форме полукруга это всего 8 частиц дыма вот так они имеют вот такой темно-синий цвет и и время жизни от семидесятых до почти двух секунд и они имеют разную скорость чтобы и разный размер чтобы добавить какой-то эффект случайности и их цвет со временем становится прозрачным и также добавил другие частицы дыма это такие частицы дыма которые я просимулировал в эмбергене то есть где-то можно использовать любую программу но как по мне сейчас самое топовое это эмберген то есть вот такие вот частицы дыма это стреча белго частицы с длиной 1 и 4 единицы я их переместил на задний план и чтобы они не перекрывали искры с помощью значения 40 кучу на 1 и max партика сайс поставил на 32 чтобы они не уменьшались и когда вот камера вот находится близко к ним то есть изначально стоит вот так поэтому тут нужно размеры поставить как можно больше там не знаю 32 или в принципе 32 достаточно 64 не имеется место ставить и они появляются форме конуса под углом 65 градусов также я добавил частицы искажения которые вылетают принципе когда им но только они имеют время жизни поменьше и размеры побольше теряют скорость из-за того что я выставил лимит пелосити over time дам под значение 0 1 они разлетаются в форме круга вот чисто по в стороны это 12 частиц таких больших плюс еще я добавил кратер на земле вот такой этот кратер можно было бы сделать обычным способом но для кратера использую вот такой десол эффект без него будет вот просто он будет исчезать но с помощью кривой я изменяю его вот растворение и растворяю и его с помощью вот такого шума второй шум я не использую это просто он стоит не знаю для галочки там материале и последний элемент кратера это вот такое электричество чтобы создать текстуры электричества просто перейдите в google выделите какой-то рисунок допустим моем случае буду использовать вот такой и переместите это photoshop я сейчас выбрал абсолютно случайно снимок его я выбрал полностью первый раз и я буду сейчас обрабатывать и прямо на видео то есть я до этого этот не работал вообще с этим рисунком вот как-то так и плюс края можно сделать полностью прозрачными то есть черными как-то так жесткость на 0 и цвет черный вот так чуть-чуть замазать края и можно еще перевернуть эту текстуру сделать линейный осветлитель вот так как-то так замазать нет лучше вот вот так как-то и вышла вот такая текстура электричества потом просто берете испаните частицы с этой текстуры форме вот такой полусферы время жизни вы ставите 0 1 чтобы это все оказалось очень быстрым резким как молния моем случае это частицы которые появляются каждый через каждые полсекунды 15 раз форме полусферы с радиусом 0 7 и также цвет со временем то есть под конец жизни становится прозрачным но это не сильно заметно так как эти частицы живут всего одну десятую секунды на сегодня все как вы еще могли заметить по кнопочкам снизу я планирую сделать еще шесть эффектов но пока у меня нет идеи для эффекта лучника так что вы можете смело предлагать свои идеи в комментариях возможно я воплощу вашу идею спецэффекта каком-то уроки или просто выложу на патреон спасибо за просмотр и пока увидимся в следующих видео а